Ветки, Королевский, Амур, Бай, Рыжий Так вот, первый вопрос каптора этого письма Вот же я специально, не специально, но так получилось, что нашлась моя фотография Она оказалась на белорусском сайте, на Минском Ну у них же все есть А вы написали в Сибирь Что-то тут не то, что-то неладно в этом Минском Королевстве Сейчас я постепенно к этому приду Вот, то, что человек незаурядный, это уже хотя бы вот из-за этого Видите? Чтобы человек заказал дикую веточку суринской гроши, значит Там действительно не все ладно в том Королевстве Теперь, персики есть, так, пошли дальше И несколько тем, они сливаются в одну Посмотрите сюда Посылка 2 килограмма Отправилась в Беларусь, но еще цены могли поднять Это, они любят поднимать почту сцены Ну где-то сориентировались, да? Вот Сколько идет? Ну, 2-3 недели Теперь Человек говорит Я хочу быстрее ЕМС Доходит за 10-12 дней До Беларуси А так как сейчас у меня впереди опять пару клиентов В Беларуси Я упреждаю события, говорю всем Посылка была солидная А почему эти люди Вот один, вот второй А за год напрягает несколько десятков Ко мне обращаются Господа из министерства Сельское господарки и харчевание Так вот Смотрите, я это вам показывал Ну, почему я вынужден еще раз показать Сейчас поймете Это очень важно Дело в том, что Многие считают, что мой опыт Не отрицая его Должен ограничиваться только Сибирью И даже вот в этом вот обращении То есть В ответе ко мне, да? Беларусь Это Министерство сельскохозяйственной Беларуси Оно Подразумевало, что Вы сибиряк, вы сибиряк, вы сибиряк, вы сибиряк Если понимать-то читать И при чем тут Беларусь То есть А я уже Помните вам показывал, где Рядом Литва и в Беларуси Таким Беларуси в болото Там уже надо что-то от железа использовать А они об этом знают? Нет Догадываются? Нет Они живут в другом мире Вот Просто, ну как сказать Очень многие мои вещи, которые я говорю Вот Они должны там использоваться Посмотрите Значит Я выделил Беларусь По одной причине А вдруг Что такое вдруг? У нас в России и в Беларуси Это бывшая социалистическая страна Там Социализм остался, но в худшем виде Ну Вспомним про Бесплатную медицину Бесплатное образование Вот В худшем виде Но у нас Россия большая Беларусь поменьше Раз в 10 И получается так, что там У нас-то Развалы Связан с тем, что у нас Ручное управление Ну не успевает Вот А Беларуси должны успевать Сам видел Лукашенко Ходит по коровникам Вот Я на это надеялся Когда выслал ему книги Выслал ему свои материалы Учебные Учебные Случилось чудо Конечно Не вот этот Замминистра Гра-Кун А я понимаю Даже маленький Беларуси Это крупный Чиновник Конечно Он кому-то поручил Из своих Клерков Вот Изучить то, что я написал Тот Клерк Вот это все написал Вот И Получил как С одной стороны Конечно Не было Все, что они сделали Это Библиотеку Лукашенко Отправили Мои материалы Все А кто это Отправил Да никто То есть С одной стороны Толку нет вроде бы А с другой стороны Есть Почему Потому что Если к этому Товарищу обращусь А вдруг До него дойдет По крайней мере Обращение Смотрите Вместе с тем Они же как мне отвечают Человек Отлучилось что-то Человек Прочитал мою книгу Этого не может быть Никогда Это Случай Один из тысяч То есть Если по всем Министерствам Везде Разослали То есть У нас Как сделано У нас Сделана система Она сделана Специально Нет Или она Как бы Порочна Своем развитии Почему Вот например С удовольствием Можно много Продвинуть Если Даже вот эти книги Быть Знаете Миллианты Эземпляров Вот С новыми Идеями Да Например Кто-то Изобрел Средства От рака У нас Видишь хоть Одного человека Ему Ходу Не дадут У нас Изобретут Топливо Которое Это самое Будет стоить Три копейки И не заражать Окружающую Там Типа Водородного Двигателя Если кто-то Правду Его сделает В лучшем В лучшем случае Его Это Самое Ну В общем Хорошо Если живой Останется После этого То есть Сама Система А теперь Представим себе Что Приходит Этот Самый За Министра За Министра К Министру А Министр К Лукашенко Говорит Ё-моё А ведь Действительно Мы Можем Ведь Это Я Почему Он Показал Выше Этот Самый Сайт Да Ну С Фальшивыми Фотографиями Да Не делают Они Сами Ни Хрена Что Я Не знаю Что Мне Пишут Оттуда Что Весь Рынок Завален Саженцами Из Польши Рынок Завален Так же Как Россия Она Опустилась Дониза Где-то Лукашенко Поддерживает Но Садовоса Руки Не Дошли Ну Не Пошел Лукашенко Вот Этот Товарищ А Вдруг Завтра Пойдет А Почему Сказать Давайте Посмотрим Людям Придит Сама Идея Что Не Надо Обрезать Деревья Они Испорчены Напрочь Вот Гракун Тоже Он Подписал Не Глядя Вот Его Подпись Был же там Человек Который Это Все Прочитал Может Что-то Осталось Теперь Я говорю Для Него Для Вашей Я Дальше Говорю Для Него Сегодня Он Один Помните Я Плодово Плодово Позволяю Почему Потому 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 Вам Придется Работать Тогда А Так Ничего Делать Не Надо Бумажки Писать Вот Как Москва Вот Смотрите Еще Раз Вот Смотрите Это Брянск Рядом С вами Это Дерево Которое Служит Символом Вот Этого Как Садоводства Должны Свои Эти Сам Вот Это Как Распятый Садовый Христос Так Уже Извините Богословы За Такое Сравнение Но Это Что Не Распятый Посмотрите Как Палка Проходит Видите А Изувеченно 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 Отрезан 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 Чем Вы Думали Вам Показать Дерево В Сибири Вот Она Черешня Который Палец Не Не Секатром Не подходил Вот Это Выживет Сибирь Ну Которые Смотрите В глаза Та самая Автор Она Сибирь Выживет Вот Еще раз Вот Это Практика А Ведь Рядом Белоруссия С вами От Брянска До Белоруссии На Что Может Доехать На Велосипеде Вот Смотрим Дальше Вот Это Посмотрели Вот Они Такие Должны Быть Теперь Я Вынужден Отклониться Я хочу Белоруссия Походить Мне Так Понравилась Вот Эта Вещь Ведь Понимаете Я Казалось Бы Жизнь Прожита Зря Кто Сейчас Поймете Это Важнейший Момент Это Миллионы Жизней Погубленных С тех Пор Как Первая Машина Поехала Это И ? Как Оказалось Знак Обозначает Особо опасный Участок Пути Но не просто особо опасны Для этого есть более привычный А участок длиной не более километра На котором последние 5 лет Произошло не менее 5000 разных аварий Внимание Вот это вот то Что должно быть Вот у них Вот здесь должен такой знак стоять Это вот уникальный человек Вот Мы вместе сделали этот знак Идея моя И я сказал И нарисую еще череп с костями Что пробирало до костей А дальше появился красивый знак Который нахрен Через сколько лет он появится Остается только научиться Мерить эти самые гипотогенные зоны А это проще пареной репы Вот Денисенко Человек Когда-то Пройдет время И когда этот знак будет Появится на дорогах И будут спасены тысячи А в конечном счете Когда она распространится По всем землям По всем краям Миллионы жизней Хочу, чтобы вспоминали Не только меня Но вот этого человека Талантливого Компьютерщика Компьютерщика Талантливого Я говорю